Пустых прилавков не будет. Ульяновцам все чаще звонят мошенники, сообщают, что в России якобы введено военное положение и необходимо запастись продуктами. В МВД России по Ульяновской области заявляют, это не более чем обман, а пользоваться нужно только проверенной информацией. Поводов для затаривания и переживаний нет, подтвердили и в региональном Минсельхозе. Несмотря на санкции, товаров в торговых сетях и на складах достаточно. Мы сегодня не видим критической ситуации, касающейся поставки продуктов питания в торговые сети. Во-первых, мы видим, что вся линейка товаров присутствует на полках от дешевых сегментов среднего класса и дорогих продуктов питания. Поэтому здесь ажиотажным спросом быть не должно. На складах и распределительных центрах имеется запас продуктов больше, чем на месяц. Голодными жители определенно не останутся. Власти как региональные, так и федеральные мониторят ситуацию каждый день, в том числе и ценовую политику. Повышение цен на отдельные товары возможно, но при этом стоимость продуктов первой необходимости останется прежней. Для этого вырабатывается определенный механизм сдерживания. В первую очередь, соответственно, мы понимаем, что ряд социально значимых продуктов питания – это хлеб, это молоко, это, соответственно, овощная группа товаров. Сахар, в том числе, где определили уже на сегодняшний день федеральный центр, скажем так, в лице Минпроторга Минсеркоза России, о том, что наценка на данную категорию товаров будет осуществляться не более 5% именно торговыми сетями. Сдерживать цены планируют на растительное масло и сахар за счет компенсации части доходов товаропроизводителям. В случае необоснованных скачков цены других нарушений со стороны торговых сетей, руководство региона намерено применять самые строгие меры. Алина Тихонова, Юрий Конихин, Управда ТВ.